Друзья, на сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о топ-5 формул для Google таблиц, которые используют эксперты. И первая формула, которую мы с вами рассмотрим, это будет формула Import Range, которая позволяет импортировать диапазон данных из одной Google таблицы в другую. Для этого берем ключ таблицы, который у нас находится после буквы D, копируем и вставляем, получается, в место для ссылки. Далее нам необходимо прописать, с какого именно листа у нас будут браться данные. Для этого мы пишем база, в двойных кавычках, восклицательный знак и указываем диапазон. В данном случае это диапазон с ячейки C3 по ячейку C13. То есть мы пишем C3, C13, закрываем скобку, нажимаем Enter. У нас подгружаются данные и для того, чтобы данные подгрузились, нам необходимо открыть доступ. Нажимаем открыть доступ. Как мы видим, данные отлично сюда помещены. Теперь возьмем следующий пример, как нам необходимо написать функцию VPR на другую таблицу. Для этого мы пишем VPR, открываем скобку. Искомое значение это у нас значение из выпадающего списка, в данном случае Москва. За место диапазона указываем данный диапазон с ячейки B. То есть столбец поиска у нас должен быть крайне левый. Номер столбца 2 и интервальный просмотр 0. Закрываем скобку, нажимаем Enter. Видим. То есть данные у нас берутся из той таблицы. К примеру, если мы в базе изменим значение Москвы на 10, то, соответственно, и в выпадающем списке у нас будет 10. Довольно-таки удобные функции. Часто используется при автоматизации каких-то процессов. Следующий пример, который мы рассмотрим, это пример номер 2. Использование функции Image. Для этого мы копируем ссылку на картинку. И прописываем функцию. В функции пишется Image. Соответственно, имеет два аргумента. Первый это ссылка на картинку. И второй тип, как должна отображаться картинка. При нажатии на единицы мы видим, что у нас картинка обрезается по величине ячейки. То есть пропорционально ширине и длине уменьшается картинка. Второй пример это когда у нас аргумент 2. Соответственно, 2 у нас заполняет всю ширину ячейки. Как бы мы ее не растянули. Далее аргумент 3 отвечает за полномасштабный размер изображения. То есть он будет импортироваться целиком. Если мы 3 поместим в эту ячейку, то увидим, что до изображения у нас вошло полностью. И соответственно, четвертый вариант. Это когда мы пишем цифру 4 и указываем высоту и ширину изображения. Допустим, 500 на 700. Enter. То есть по высоте она у нас будет занимать 500. А по ширине 700. Если поставим 100, то, соответственно, сплющится. Вот такая вот полезная функция Image. Да, можете использовать почаще. Пример номер 3 заключается в проверке состояния ячейки. Да, в Excel, если мы рассматривали, да, у нас есть Е число. То есть, соответственно, здесь есть, если четное число, isEven. Если нечетное, isOd. Проверка на email, соответственно, isEmail. Проверка сайтов, isUrl. И, соответственно, промерка текста из текста. Теперь, если мы сейчас растянем данные формулы вниз, да, то сразу можем увидеть, где у нас находится неправильное значение. Четный, нечетный, понятно, да, они у нас где четное, где нечетное. Вот, допустим, email, да, false. Вот здесь у нас попал текст, да, с названием компании, без email. Теперь все отлично. Ну, и, соответственно, здесь то же самое, да, st, если убрать, он поймет, что это email. Сайты все окей, и текст, соответственно, все окей. Это очень удобно, допустим, когда мы проверяем базу клиентов, да, нам нужно проверить, правильно или неправильно заполнена карточка клиента, и, соответственно, туда внести соответствующие корректировки. Итак, третий пример, это инструкция, как поставить лайк под это видео. Мы берем указатель мыши, наводим на палец вверх и нажимаем левую клавишу один раз. Это прям обязательно сделать. Спасибо большое. Четвертый пример, это использование функций для определения текста. Да, мало кто знает, что в Google таблицах у нас есть специальные функции, которые могут определить текст. Есть специальные функции, которые могут его перевести на нужный нам язык. В данном случае мы видим героклифы. Мы можем, конечно, предположить, что это есть какой-то из языков, да, который использует это китайский, японский и так далее. Для того, чтобы определить его, мы пишем detect language и выбираем ячейку. The Hunt – это получается простой, да, язык, а вот этот – основной, то есть неупрощенный. Далее нам необходимо перевести на русский язык. Мы пишем Google Translate. И, соответственно, здесь мы выбираем текст для перевода. Далее выбираем язык, который мы с вами определили. И после записываем язык, на который нам необходимо перевести. Допустим, русский. Нажимаем Enter. И видим результат. Пример номер 5 заключается в использовании Sparkline. Sparkline – это специальный инструмент, который позволяет быстро проанализировать данные, не строя при этом графиков. Для этого мы пишем Sparkline. Sparkline – это функция. И далее выбираем диапазон ячеек. По умолчанию функция используется график. Да, то есть мы видим, что у нас первое значение больше, второе меньше, третье больше, соответственно, четвертое тоже чуть побольше. Далее, что мы делаем? Нам необходимо задать Sparkline, допустим, гистограмму. И на примере его мы подробно уже познакомимся со всем остальным. Для того, чтобы написать гистограмму, нам необходимо добавить вспомогательное значение, которое будет указывать, какой тип Sparkline мы хотим с вами использовать. То есть мы пишем chart type в двойных кавычках, далее пишем правый слэш и указываем внутри, что это у нас будет колонн. Соответственно, это будет инстаграм. Не забываем закрывать скобку. Теперь давайте разберемся, как у нас работает цвет Sparkline. Для этого нам необходимо дописать здесь точку с запятой. Это обозначает, что мы переходим к следующему аргументу. В двойных кавычках написать color. И через слэш вправо написать, соответственно, цвет. Цвет у нас будет red. Видим. Также мы можем прописать любой другой цвет. И если нам необходимо просто взять другой цвет, мы можем взять его и стандартно, поменяв цвет шрифта. Если цвет шрифта задан и задан цвет, то у нас всегда берется цвет, который задан именно в свойство Sparkline. Также мы можем задать максимальное и минимальное значение, дописав в формулу следующие аргументы. Для максимального значения мы прописываем аргумент highColor. Даем ему, соответственно, цвет красный. И для минимального значения мы можем прописать lowColor. И, соответственно, ему дадим цвет зеленый. Через правый слэш даем зеленый цвет. Видим то, что минимальное значение у нас зеленое, а максимальное у нас красное. Также мы можем определять первое и последнее значение с помощью цвета. Для этого нам необходимо написать для первого значения это firstColor. И, соответственно, для последнего это lastColor. То есть первое значение у нас красное, последнее зеленое. Также есть специальный аргумент для отрицательных значений. Мы его сейчас пропишем. Это у нас nextColor. То есть негативные отрицательные значения. Отрицательные значения у нас также будут подсвечены красным, как в данном примере. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим лайки вверх. До следующей среды. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok